Добрый день, дорогие братья и сестры. Продолжу тему о солдатах, о воинской службе, то можно ли христианину убивать. 14 канона Полита свидетельствует о наличии христиан в Римской армии и предусматривает для них эпидемии. Не должен быть христианин в армии, за исключением случаев, когда его принуждают взять меч в руки. В таком случае, пусть он не берет на себя греха пролитие крови, но если кровь прольется, пусть он будет осторонен от тайств, хотя бы через наказание слезы и стена не очистится. Таким образом, солдаты, проливающие кровь, лишались причастия, хотя и получали надежду прощения через пяти вью, срок которой не уточняется. На некоторых местах написано, что минимум три года. Каноны Полита свидетельствуют о новой реальности, с которой столкнулась церковь. Христианство проложило себе дорогу в Римскую армию, и легионеры, центурионы, легаты, всадники трибуны стали частью церковной жизни. Именно поэтому в апостольских постановлениях, древнейшем каноническом сборнике, которые приписываются традиции Климента Папы Римского, делаются попытки регулировать поведение христианского воина. И если приходит воин, то пусть учатся не обижать, не клеветать, но довольствуются даваемым жалованием. Если повинуется, то будет принят, а если прикословит, то будет отринут. Быть последовательным христианином в Римской армии было крайне сложно, что прекрасно иллюстрируют тексты срастей. Это географический жанр был призван в том числе описать страдания римских военнослужащих, обращенных в христианство, которые отказывались исполнять приказы и которые через это непослушание во имя Христа прославлялись. С обращением Константина Великого вопрос о воинском служении и христианской святости встал со всей остротой. Именно с этого времени в Римской армии появляются не только открытые христиане, христианские символы, но и возможность христианской службы. Из письма Василия Великого явствует, что в связи с массовым распространением христианства в армии, данная тема перешла уже в стадии позитивной дискуссии. Христиане-воины, кто они, презревшие Бога, как считаем в апостолском предании, или найденные им? С одной стороны, воин, ставший христианином, нарушает заповедный убий. С другой стороны, христианин, остающийся воином, отдает лишь кесарева кесарю. Мородственная дилемма была настолько чекотливой, что Василий Великий, упоминая убийство, которое не считалось убийствами, цитата, за которое, скорее всего, скрываются первые попытки военного духовенства облегчить свою участь, все же предлагает в виде совета эпидемию на три года. Таким образом, священный воинский долг становится у Василия просто долгом, а еще к тому же подверженным церковному упрещению. Негативное отношение к армейской службе до Константиновской церкви не исчезло, с обращением императоров христианства. Сульпицы Север, духовный ученик и агеограф святого Мартина Турского, испытывает неудобства в связи с тем фактом, что его великий учитель после крещения принимает решение остаться в армии. В виду Санкт-Мартини Сульпицы пытаются минимизировать, включаясь святого Мартина в армейских делах, сделать их номинальными, соло-логедно-умени-мелитовигер. Он даже оправдывает такое необычное поведение святого тайным миссионерским замыслом. Не сразу оставил Мартин военную службу, но был удержан просьбом своего трибуна, с которым находился в дружеском общении. Тот обещал ему покончание срока отправления своей должности, тоже удалиться от мира. Поэтому Мартин, связанный этим обещанием, еще почти два года после своего крещения формально находился на службе. Вполне возможно, что повествование в житии о конфликте между воином Мартином и императором Биллианом призвано также компенсирует эту странность поведения святого. Сульпицы вкладывают в Устамартин совершенно дикое для римского офицера заявление «Я есть воин Христов, и сражаться мне воспрещено». В IV веке тема духовной опасности языческих культов сворачивается. Приходит время новой военной доктрины. Знамя Христа приходит в легионы, освобождая дико-бесовского прошлого. Отныне старая армия призвана служить нововерие. Торжественные речи, посвященные Константину Евсевию Кисарийскому, утверждают, что, удрузив на военный стандарт и образ Христа, немеркнувший спасительный как знак защиты Римской империи и царства Вселенной, император одержал сразу две победы – над врагами и над демонами. У святителя Афанасия Александрийского около 298-3073 годов уже находим совершенно иную оценку как службы в армии, так и убийства на войне. В своем письме египетскому подвижнику Стару Салмолу Афанасий Великий пишет К разным случаям жизни имеем разный подход, в зависимости от конкретных обстоятельств. Например, не позволительно убивать, но убивать врагов на брани и законно, и достойно похвалы. Великих почте сподобляются воины, доблестные в бою, и воздвигаются им столпы, возвещающие превосходные деяния. Таким образом, одно и то же, смотря по времени и по обстоятельствам, непозволительно, а в других благих обстоятельствах допускается и позволяется. Если Афанасий Великий воспаляет воина, убивающий за правое дело, то другой великий святитель IV века Амросий Медиаланский уже возносит молитву о том, чтобы это правое дело уменьшалось за успехом. В своем трактате о вере, адресованном его духовному чаду императору Западной Римской империи Флавию Горсиану, Амросий возносит молитву о победе легионов Горсиана над Готами. Он пишет, через нашу собственную кровь и наши муки ныне, мы избавлены от смерти исповедников, от наказания священников и от обвинения в высокомерном бесчестии. Не военные орлы, не полет птиц предваряют авангард нашей армии, но Твое имя, Господи Иисусе и почитание. Это уже не земля неверных, но земля исповедников. Италия, Италия, часто соблазнялась, но никогда не отпадала. Италия, которую Ваше Величество всегда защищала, и сейчас снова спасло от варваров. Ни единого колебания в умах о нашем императоре, но только крепкая вера. Покажи ныне, Господи, явный знак Твоего Величества, чтобы тот, кто верует, что Ты есть истинный Господь Водовств и Водитель Небесной Армии, кто верует, что Ты есть настоящая сила и мудрость Божия, пусть он, император, получит поддержку великую Твою силою и заслужит победу, будет достоин памятника победы. Двадцатилетнему Горсану и его войску действительно нужна была поддержка свыше. Армия уже состояла из значительного количества христиан. Более того, отказавшись в начале правления священного титула великого понтифика, предложенного ему римскими жрецами, и вышвырнув издание Римского Сената Статуи Победы в 381 году, Горсан рассчитывал на нечто большее, чем в пяти имени Василия, и допускается и позволяется Абоназия. Спасение от варваров вводит коррективы в осмысление данной темы, чтобы сохранить боеспособность шестей и избежать изверстийства христиан, как было веками ранее. Третий канон Армельского собора отлучает от причасти же не тех, кто служит в армии, а тех, кто бросает оружие в мирное время. Василий Великий, предлагавшим, несмотря на общую эйфорию по случаю нового явления христолюбивого воинства, подвергая тех, кто провел кровь в тревлетней эпитемии, смягчает тон, когда речь идет о солдатах, которые защищали справедливость и религию, и которые просто подчинялись приказу. Под спудном он вынужден признать легитимность оборонительных войн, хотя в вопросах личной самообороны все-таки остается строгим пацифистом. Он пишет, вступающие в битву с разбойниками, если они не в числе служителей церкви, да и не допускаются к причастию, если же состоят в причте, да будут не сложны со степени. Такую позицию церкви не могли не приветствовать христианские императоры, и это было взаимно. Двыновеками позже латинский поэт Карим в VI веке в своем панегирике Христиану II в 669-711 годы будет говорить о божественных почестях, которыми всемогущий отец украсил императора, преумножая римские победы над варварами. И если война ведет к прославлению божьих избранников, то даже насилие на поле брами реабилитируется, как божий замысел, а это уже достойно прославления. И Карим повествует о торжественной литургии по случаю победы, где все ее виновники достойны причастия от единой чаши. Интересно, что мы обладаем большим количеством иззантических канонов того времени, и ни в одном из них нет канона Василия Великого относительно трехлетней эпидемии. Только святитель Иоанн Третий Схоластик, который умер в 577 году, патриарх Константинопольский, один из самых ярких канонистов своего времени, составляя знаменитый намоканон, предисловие говорит, что он первый, кто добавляет все канонические письма Василия Великого в коллекцию церковных правил. Предыдущие сборники, конечно, содержали письма Василия, но 13-е правило трехлетней эпидемии сознательно умалчивалось. Только с 580 года с Антагмаканомом в канонических сборниках появляется 128-е письмо Василия Великого. Тем не менее, составители последующих сборников непременно сообщали, что правила Василия не признаются по своему авторитету равными с правилами соборов и цитируются только как источник законного права. То есть, важный нюанс, правила Василия цитировали, но им не придавали силу нормативного церковного акта. Однако, несмотря на такое явное лоббирование, церковное сознание осталось чуждым единством по вопросу военного служения. В V веке святитель Павлинин Аланский пишет другу служащему в армии, кто бьется с мечом в руках, есть служитель смерти, а также напоминает ему, что нельзя служить дом господам, кресту и цезарю, даже если цезарь отныне желает быть слугой Христа, для того, чтобы справедливо править многими нациями. Человеколюбивый и сострадательный характер Павления не мог смириться с фактом насилия, пусть даже необходимого, пусть даже за правое дело. Ученик Иоанна Златоуста, святой Исидор Пелосиот, который много проповедовал среди воинов, и в своих посланиях обращался к ним с наставлениями, считая, что отмечающих же умеренно не надлежит и укорять, как неприводливо поступающих, потому что дело законное. Тем не менее, далеко от победной эйфории. Он пишет, Хотя умершвление неприятелей на война кажется делом законным, и победителем воздвигаются памятники, возвещающие их заслуги, однако же, если разобрать тесное сродство между всеми людьми, то и оно, умершвление, не невинно, почему Моисей предписал убившему человека на войне пользоваться очищениями и краплениями. Как видим, позиция Церкви по данной теме эволюционировала на протяжении длительного времени, от божизненного отлучения в 3 веке до частичного отлучения в 4 веке, от признания необходимости христианской армии для защиты веры до празднования победы в божественной литургии, присутствия иерархов и всего христолюбивого воинства. Засем раскланируем с вами, дорогие братья и сестры, это очень интересный материал о становлении Церкви, о становлении догматов в первые дни из веков нашей Церкви, когда она была единая. Раскол произошел в 1054 году, уже в 11 веке католики отделились, но мы можем в любое время подойти к священнику, открыть Евангелие, найти учение святых особ, постановление соборов, которое никто не отменял, никто не отменял учение Евангелия, и все работает, и до сих пор работает, поэтому смотрите сами за своей совестью, миром, сердцем, любимым. Если есть вопросы какие-то, пожелания, номер телефона в описании, в WhatsApp, Telegram работают постоянно. Аргела-хранителя и мира ферзи, дорогие братья и сестры.